Итак, добрый вечер всем, кто пришел. Сегодня у нас необычное мероприятие. Мы на женской секции встречаем наших будущих коллег-журналистов из факультета Женфак БГУ. И также на нашей женской секции впервые присутствует мужчина. Давайте поприветствуем, Гарри Тура. Привет! Это самый необычный формат. Мы решили, что сегодня тем составом, который мы определили, будем сегодня с вами рассказывать, делиться опытом, мы решили сделать так, как никто никогда не делал. Понимаете, вот то, что скучный отчет, они же, конечно же, никому не нужны, да и вы на парах иногда тоже засыпаете. Ну, поэтому почему вы пригласили вашего прекрасного преподавателя Олесю Кузьминову, чтобы она открыла сегодня нашу панельную дискуссию? Потому что тему, которую мы предложили, она называется «Женщины, которые создают новости, доступ к информации, знаниям и технологиям». Вот я вот вообще вам честно скажу, что в маркетинге есть одно очень хорошее правило. «Если ты убедил мужчину, то значит, ты убедил одного человека. Если ты убедил женщину, значит, ты убедил троих». Потому что убежденная женщина, которая влюблена в свою профессию, влюблена в своего ребенка, в свой дом, она пойдет и расскажет еще троим подругам, соседкам. И, собственно говоря, мотивация и вот этот задор, который исходит от любой женщины, которая мотивирована, убеждена, огромна. Так вот, я вот сегодня предлагаю студентам, вашим студентам, увидеть Олесю Кузьминову с совершенно другой стороны, нежели вы ее все видите на парах. И я считаю, это будет правильным, если мы предоставим право первой вам открыть сегодня нашу панельную дискуссию, Олесь. — Большое спасибо, Алена. Мне очень приятно и начинать, и задавать некоторый тренд. И, как уже было сказано, сегодня я буду работать в немножко другом формате, который у меня, вы видите, не так часто. Я надеюсь, что сегодня получится не скучная лекция, а действительно разговор о личном. Или, учитывая, что у нас здесь преимущественно женская аудитория, это будет разговор о своем, о женском. — А если Юрьевна, можно поднимать мужчин и задавать вопросы. — Ну да, или мужчины могут нам задавать вопросы, как вариант. — Не-не, лучше бы нам. — Собственно, главный тема нашего доклада, тема моего доклада сегодня — это «Женщины создают новости». На самом деле, самый главный вопрос, на который мне хотелось бы сегодня ответить, а журналистика — это вообще женская, мужская профессия или универсальная. — У меня есть предложение. Вот я считаю журналистику второй длиннейшей профессии, потому что ибо сначала нужно договориться. — Я считаю, что профессия журналист в гораздо большей степени женская, потому что вообще сферы, в которых женщины могут успешно трудиться, они такие специфические, где нужен и ум, и некая экспрессия. Экспрессии у мужчин часто не хватает. Но некоторые, значит, секторы этой профессии исключительно мужские. В боевых действиях женщинам делать нечего. — Ну, слово как. — Да, конечно. Собственно, вы видите, что женщина более чем есть что делать в журналистике. Здесь, на этом слайде, как две наши очаровательные выпускницы, так и подруги, боевые подруги нашего факультета. Но свою личную историю расскажу. Я поступала на факультет журналистики в 2008 году. У нас был бешеный конкурс, семь человек на место, три группы телерадио, и в каждой группе было по одному парню. Только по одному. И в этом году, да, у нас немножко поменялся в сторону мальчиков состав. Где-то 25% у нас все же парней появилось. Но при этом все, все равно у нас остаются эти прекрасные шутки про то, что топ-модельное агентство Журфак, про то, опять же, что, опять же, куда мы будем потом в итоге девать, и не исчезнут ли эти мальчики к концу обучения. Что касается, опять же, почему здесь этот слайд. Невозможно поместить всех девушек, работающих в журналистике, наверное, статистику общую, сколько девушек вообще у нас работает в СМИ. Это знает, возможно, только союз журналистов. И то не факт. Но важно понять, что именно у девушек, откуда у них появляется вообще, в принципе, интерес к этой профессии. Что это за профессия, что нас мотивирует туда идти. Возможно, ответственность, желание сделать какое-то хорошее дело, быть полезной обществу. Возможно, это желание нам транслируют наши родители. Соответственно, это семейные ценности, которые мы продолжаем беречь и передавать уже далее, сохранять их и передавать через экраны телевизоров, через печатные статьи. Вот теперь следующий слайд. И что самое интересное, здесь на этой фотографии вы видите составы наших кафедр, штатные, ну где-то штатный состав, где-то тоже с коллегами из СМИ. Идея в том, что из 113 штатных преподавателей журфака также только 30 это мужчины. И поэтому учат журналистики сегодня тоже в основном женщины. Поэтому мы можем сказать, что школа журналистики, она сегодня про преемственность. Дальше. Эти слайды, следующие две диаграммы, они наиболее скучны, наверное, из всей презентации. Они нам показывают то, что, когда мы говорим про исследования медиа, мы видим, что, опять же, 30% мужчины, 70% женщины у нас кандидаты наук. И 10% всего лишь мужчин и докторов. Ну, может быть, в будущем некоторые люди пополнят наши ряды. Посмотрим. Но факт в том, что сегодня мы нашим сестринским сообществом наблюдаем за журналистикой, стремимся, чтобы она развивалась, стремимся дать ей какую-то опору. И понимать сегодняшние события, возможно, это дано именно женщинам. Несмотря на то, что мы в информационной войне, вроде как, как говорит Игорь, может быть, не так сильны в самой войне, в тактике, возможно, мы сильны будем дальше в стратегии. Ну и еще завершая этот блок, здесь у меня на слайде преподаватели легенды, которых знают все журфаковцы. Это Еферсения Леонидовна Бондарева и Нина Александровна Сницарева. Это те люди, которые наравне с первым деканом и очень известными мужчинами-журналистами, они были основателями всей нашей истории белорусской журналистики и журналисты-практики, и при этом те учителя, которых просто стыдно не знать сегодня каждому, кто работает в этой сфере. Таким образом, журналистика, да, она женская, она моя, тут даже языковеды не поспорят. Женщины создают новости каждый божий день и учат этому. Двигаемся дальше. Но что важно, вот на этом слайде вы видите, собственно, скриншот из одного очень-очень известного фильма. Ну, до этого вы видели на слайдах в основном новостников, из журналисток-практиков. Здесь вы видите историю про стереотипы. Просто женская тема, она всегда окружена теми или иными стереотипами, а стереотипы — это всегда драма, так или иначе. Этот фильм демонстрирует, как драму можно продать. Американцы умеют продавать драмы. Они предложили немножко обыграть. С одной стороны, извечную тему западников, которые они так сильно любят, — это харассмент. С другой стороны, тему некоторых штампов, как, например, то, что есть классическая модель ведения, мальчик-девочка, которая очень популярна. И тут драма строится на том, что вроде как... А давайте поменяем, а давайте две прекрасные девушки. Они могут привнести что-то новое в стандартный формат утреннего шоу, который, казалось бы, куда его еще менять, он достаточно классический. Но, опять же, мы видим, что здесь, конкретно в этом фильме, очень много всего подтекстового, очень много всего, отображающего именно западные ценности. А давайте теперь следующий слайд. А вот наш ответ Чемберлену. Собственно, ребрендинг шоу «Доброй ранец и Беларусь». Абсолютно женская команда ведущих. И смотрите, в чем разница в нашей белорусской интерпретации данной концепции. Мы здесь не бросаемся в огонь, мы не убираем из той программы то ценное, то теплое, то, что естественно для женской природы, по большому счету. Хотя при этом, самая лучшая в той идее, которая была про изменение формата, мы взяли, хотя бы по той простой причине, что кроме основных выпусков, которые идут на протяжении недели, есть еще и спецвыпуск у «Доброй ранец и Беларусь», это «Доброе утро» со Светланой Боровской, которая делает абсолютно журналистскую работу, выезжает на места, показывает Беларусь с разных сторон, показывает беларусов, таким образом мы видим, что мы не пытаемся навязывать какие-то модели поведения, мы не играем на гендерной здесь игле, но при этом мы показываем опять же то, что женщина в принципе может лучше всего показать, это работа с лайфстайл-контентом, который, к сожалению, сегодня маловато в эфире, вот раньше была у нас программа «Жизнь как жизнь», которую вела Вера Полякова, была программа «День в большом городе», контролирую, вот, но идея в чем, что да, сейчас захочешь проанализировать и сделать такую хорошую, например, со студентами дипломную работу про лайфстайл, и, к сожалению, анализировать, в общем-то, и нечего, и, в принципе, мне кажется, что это очень такая грустная тенденция, потому что это тот контент, который людям нужен для формирования какой-то культуры проведения свободного времени, для того, чтобы как-то немножко расслабляться, да в той же информационной войне, по большому счету. Но, тем не менее, двигаемся дальше, следующий слайд. Вот, у нас, да, у нас женский формат, вот, например, пожалуйста, что-то немножко напоминающее, очень-очень отдаленное по содержанию «Жизнь как жизнь». Выгнали сюда. Ну, так было, да. Выгнали? Алик, красили сегодня. Оставим эту историю за кадром, да. Но идея в чем, что мы видим, что эта программа целиком социальная, то есть в ней есть черты лайфстайла, про которые мы говорили, но при этом мы видим, что женщины сегодня, они обсуждают важные темы, острые темы. И вот эта модель ведения, где аж три прекрасных ведущих, это тоже говорит о том, что, опять же, работа в команде, не конкуренция, сотрудничество в разговорной программе, а почему бы и нет, собственно. Тяжелее своего грима, которому нужно угодить, как накрасить и перечисать. И вы красивая ведущая, а тогда выная ведущая. Вот это я все, все, что я поняла, всего, обошел вауку, да, телевизионного. Ну, это самое лучшее, что есть в нашей работе телевизионщика, не правда ли? Дальше, следующий слайд, прошу. Но, говоря по поводу войн, кстати, а почему обязательно так? Наша прекрасная коллега Анна Чиж-Литаш нам демонстрирует пример того, что, в общем-то, девушкам подвластны абсолютно любые темы. Вот, пожалуйста, работа журналиста в Воен-ТВ. И, кстати, это далеко не единичный случай. Опять же, у меня девушка в прошлом году успешно защитила диплом по теме, защита государственных интересов в национальном информационном пространстве. У нее была одна глава про Воен-ТВ. Она рассказывала про свой опыт работы на Воен-ТВ в качестве редактора и корреспондента. И одна глава у нее была именно про информационные войны. Разбирала нас всех по косточкам. Очень интересно. Человек осознанно выбирает такую тему. И таким образом я бы, опять же, поставила под сомнение тезис про то, что мы не информационные бойцы. Ну, посмотрим дальше. Посмотрим дальше. Да. Тут такой момент интересный случился. На примере системы жанров тележурналистики после 20-го года произошла очень любопытная трансформация. Если до этого, опять же, мы, как говорилось сегодня, были ласковые, нежные, добрые, где-то информировали, где-то развлекали, то сейчас проснулись абсолютно другие жанры. Наконец проснулась публицистика, ожила аналитика. И, опять же, девушки, они приняли удар. И, мне кажется, никогда не было так много женщин-публицистов. Я вот здесь сделала ремарку, как когда на СТВ появилась атерская журналистка, Буря, Заверная Джеймс, также на ОНД Игорь Трун, то на СТВ Кирилл Владимирович Казаков, тогда-то из известного женского форума, видел Юлию Артюху и привел. И она была самой обсуждаемой журналисткой. И показала, собственно говоря, пример, как человек неравнодушный к судьбе своей страны может прийти, попасть на экран, даже не имея при этом журналистского образования, потом влюбиться в эту профессию. И сегодня мы пригласили Юлию Артюху, потому что ее история тоже удивительна. Да, и, кстати, Юлия передавала нам привет посредством видео на Государственной экзаменационной комиссии. Кристина Сущения в этом году защитила диплом. Мы с радостью посмотрели, да, вы защищали всем телеканалом этот диплом, и это было здорово. Таким образом, другой аспект. Женщин сдают новости, да. Более того, женщины сегодня становятся новостями. Далее. Ведь разве не новость, когда появляются такие яркие персоны, как вот данная красотка в политике, которую вы видите, Мария Петрашко. Никогда мы до данного события не думали, что молодая девушка, по сути, еще совсем недавняя студентка, она будет так яро выступать, показывать свою позицию, будет не бояться. И о том, что у нас девушки, в принципе, могут такое делать на телевизме, говорит о том, что у нас очень большие возможности, у нас очень открытое общество. И несмотря на тот негатив, который льется, в принципе, каждая из нас может действительно делать то, что она хочет, и показывать то, что она думает, и она будет принята. По крайней мере, определенной аудитории. А, и вот этот, да, тоже очень важный слайд, да. Здесь мы видим телевершину у команды «Скажи, не молчи» программы. Тоже, опять же, разговоры, которые касаются в том числе политики. И Мария Петрашко, и команда «Скажи, не молчи» — это обладатели телевершины. Очень важная награда для телевизионщиков. Соответственно, девушки могут не только себя проявлять, но еще и быть, могут с помощью этого достичь больших вершин и быть признанными, действительно признанными. Ну и, наконец, еще более серьезный слайд — это скриншоты программы «Клуба редакторов». Опять же, как человек, который смотрит программу давно, могу сказать, что, опять же, тренд на то, что как минимум один женский персонаж присутствует постоянно в обсуждении вопросов, это тоже очень серьезный показатель. С одной стороны, конечно, мы понимаем, что это не является какой-то редакционной задумкой, это просто является отображением нашего общества. Как мы, журналисты, формируем общество, так и общество формирует нашу журналистику. И то, что руководителями СМИ становятся девушки, что им доверяют такие серьезные ответственные посты, и это транслировать, это показывать, это очень ценно. Таким образом, да, в этом тоже девушки, они становятся новостями, и при этом они задают тон и расставляют акценты. Они не только продуцируют факты, какие-то информационные сообщения, но они и комментируют, они показывают, куда нам двигаться. А этот слайд я позаимствовала у нашего коллеги Александра Владимировича Постоловского. Это данные медиаизмерителя за лето. Мы их обсуждали на нашей конференции, посвященной юбилею кафедры телевидения и радиовещания. Этот слайд нам показывает процент, собственно, женской телеаудитории. Он здесь для того, чтобы показать, что при том всем, что мы такие активные, как, наверное, определенный срез общества все-таки, как заинтересованные, как журналисты, этот слайд демонстрирует, что женщины, в принципе, они интересуются и они смотрят новости. При том, что аудитория здесь хватывается только, по сути, стационарных телевизоров. Можете представить себе, какие цифры будут, если еще сюда добавить интернет. Что касается доступа к знаниям и технологиям, как вы видите из вышесказанного, все, что мы имеем сегодня для женской журналистики, это возможности, возможности, возможности. Несмотря на определенную дискриминацию, которая касается, например, каких-то стереотипов, на то, что все-таки голос в эфире должен быть низкий, ради чего многие девушки сознательно садят себе голос, садят связки, делают все, что угодно, что новости должен вести мужчина 40+, и так далее, и так далее. Все то, что происходит сегодня в белорусском эфире и в белорусской журналистики в целом, показывает, что мы очень эффективно боремся со стереотипами, и сегодня есть большая законодательная база, которая нам в этом помогает. Ну и последнее, что я хочу упомянуть в своем маленьком сообщении, это то, что нас поддерживают, нас поддерживают с помощью различных союзов и советов, как на республиканском, так и на локальном уровне. Что касается конкретно, например, нашей организации БГУ, у нас очень активный союз женщин БГУ, которые проводят мероприятия, там и социальная, и психическая, и научно-издательская деятельность. И, собственно, опять же, проводятся те же самые конкурсы, где разъясняются определенные возможности, потому что основная цель данных организаций – это показать, что девушка сегодня не одна, и она не только в профессии может себя реализовать, но и во всех сферах жизни, потому что, наверное, самая счастливая девушка – это и женщина, которая счастлива во всех сферах жизни, и где рабочая сфера дополняет лично. Это был «Женский взгляд». Всем здравствуйте. Меня зовут Игорь Тур, я политический обозреватель телеканала ВНТ. Моя жена – майор МЧС, и, в общем-то, если бы у меня было желание, чтобы ее не было в социальных сетях через структуру Министерства по чрезвычайным ситуациям, можно было это очень быстро решить. Я слышу вот такую эйфорию относительно того, что роль женщины растет. Класс, вообще супер, совершенно точно. Это здорово, это прекрасно, но можно посмотреть с другой стороны. Для начала, феминизм, равноправие – это чушь. Женщина – самое прекрасное существо на планете, и феминизм и равноправие – это принижение женщины до уровня мужчины. Поэтому я понятия не имею, чего вы радуетесь, если вам говорят про равноправие полов. Это же как бы вам невыгодно. Но феминизм культивируется. Культивируется он для чего-то. Как и культивируется борьба за права чернокожих, ЛГБТ-сообщества и прочих малых социальных групп и больших социальных групп. Культивируется почему? С выделением миллиардных бюджетов. Ради того, что мир справедлив и так будет правильно? Я вас уверяю, мир несправедлив, был несправедливым, и таким останется навсегда. Если что-то культивируется, это для кого-то, для чего-то нужно. Для чего? Женщина сегодня важнейший элемент, не обижайтесь на слово элемент, важнейшее звено и важнейший инструмент сегодняшнего влияния на мир. Потому что у женщины есть одна такая особенность, которая, конечно, подвластна некоторым мужчинам. У каких-то женщин ее этой особенности меньше либо нет вообще, но в целом она есть. И это эмоциональность. Значит, все, что касается современных методов, инструментариев, влияния на общество, на общество в целом, на общество страновое, на общество региональное, строится на одном простом принципе эмоциональной реакции на что бы то ни было. Соответственно, если по своей природе женщина более эмоциональна, чем мужчина, значит, сделать упор есть резон именно на эмоциональности женщины. В этом случае замысел сработает гораздо лучше. Кто-нибудь из мужчин, присутствующих в зале женщин, будь то мужья, либо там парни, отцы, вас, ваш мужчина, пытался переспорить, когда вы на эмоциях. Если он пытался это делать, то он дурак. В этом нет совершенно никакого смысла и никакой логики. Ну да, ничего хорошего из этого не выйдет. И женщина в целом подвержена такому импульсу на эмоциональность. У меня есть отличнейший пример из детства. Было мне, наверное, лет 7, когда какой-то очередной продавец какого-то барахла пришел и втюхал моей маме долларов за 40, какие-то наборы массажеров, и она на эмоциях все взяла и купила. В чем прикол? Потом пришел отец, и ему потом нужно было это все разруливать, потому что есть барахло дома на 5 долларов, дома нет 40 долларов. На то время как бы это было много. Эмоциональность это здорово, равноправие, все это классно, блогерство и так далее, но потом кто-то должен это все разруливать. Чаще всего это делают мужчины, и было бы здорово, чтобы было это именно так. В 2020 году, что касается, ну, с Кеннией Владимировной, мы познакомились в январе 2021 года на новогоднем приеме у Александра Григорьевича. Так что, в общем-то, можно его было звать свидетелем, но постеснялись. Может, еще куда-нибудь позовем, подумаем над этим. Вот, соответственно, 2020 год. Я понимаю, что любая женщина хочет быть очень красивой, и все женщины красивы, конечно, и очень хочется демонстрировать всю эту красоту всему миру. Благо, инструментарий социальных сетей сейчас это позволяет делать очень легко. Собственно, моя супруга это делать очень тоже хочет. Вообще нет никаких проблем. Но есть две совершенно разные темы. Одно дело, демонстрация себя, своих мыслей, либо их отсутствие, в зависимости от того, как там есть, своей красоты и всего прочего, это одно. Это, пожалуйста. Вопрос другой. Когда частная жизнь женщины, мужчины, семьи становится общедоступной. Даже без четкого понимания, откуда может прилететь удар, таким образом, чаще всего, но все-таки женщины, хотя, к большому сожалению, и мужчины тоже, подставляют себя этим инструментарием. Я о чем там конкретно? Если вы прекрасные девушки, хотите показать себя красивую, в замечательном платье, где там красивые ноги, волосы и все остальное, никаких проблем. Это совершенно никак ничему не мешает. Но если вы начнете показывать, куда вы ходите, где вы любите отдыхать, где вы, значит, в какой детский сад вы вводите своего ребенка, очень мило и так далее, то из этого потом могут выйти достаточно большие проблемы. Условно, я на примере. Если мы с моей супругой начнем выкладывать какие-то видео, куда мы ходим гулять и в какой детский сад мы вводим ребенка в публичный доступ, то далее, когда она мне начнет задавать вопрос в случае повторения событий 2020 года, типа, Игорь, а с тобой же все будет хорошо? К сожалению, ее действия приведут к тому, что в вероятности того, что со мной будет все хорошо и с ней, в том числе, и с ребенком, она уменьшается. Потому что, в общем-то, частная жизнь была вывалена в интернет. И это касается не только событий в Беларуси, не только в нашем регионе. Это, в общем-то, общемировая тенденция и практика. Перенос виртуальной жизни в реальную их пересечения грозит вам, какими бы то ни было проблемами. Это касается европейских стран, американских, всего остального. Поэтому, уважаемые девушки, женщины, будьте самыми красивыми, будьте в социальных сетях, хвастайтесь, обсуждайте и так далее. Но личную свою жизнь, фактическую, оставьте, пожалуйста, за пределами интернета. Потому что потом каким-то мужчинам, чаще всего мужчинам, нужно будет решать какие-то проблемы, которые образуются после того, как вы красиво рассказали, где вы куда ходили. Есть две категории женщин. Мы ведь говорим чаще, и Алена говорит, о том, что женщины в 2020 году встали на защиту. Здорово! Может ли моя встать на защиту, как майор МЧС? У меня нет никаких сомнений, что она будет готова подавать мне патроны. Но я, как мужчина, не хочу, чтобы моя женщина подавала мне патроны. Я хочу, чтобы она сидела дома, не участвовала в боевых действиях, и, возможно, только где-то переживала, что будет. Боевая подруга – это здорово, конечно, но это, на мой взгляд, чуть меньше счастья, чем быть женщиной. Моя личная позиция, которую я буду всегда отстаивать, несмотря на феминизм, равноправие и прочие модные темы. Мужчина в ответе за женщину. Если ваши мужчины так делают, они молодцы. Если они так не делают, это очень печально. Будем считать, что вам не очень повезло. Это такая правда жизни. Когда есть в аудитории люди, у которых есть дети, у которых нет, можете представить. Когда ваш 4-5-летний ребенок пытается засунуть пальцы в розетку, вы ему запрещаете. Это, в общем-то, диктаторский инструмент. У него же чисто так демократично есть свой выбор. Это выбор ребенка засунуть пальцы в розетку. Чего вы ему мешаете? Но нет, родители включают рациональную диктатуру. Потом у нас есть модная тема, когда уже дети становятся старше подростками. Смотрите, чем занимаются ваши дети в телефонах. Потому что они могут чем-то там нехорошим заниматься. 100%. Но то же самое касается и людей, психика которых слабая, и мы за это их и любим. Касается вас, дорогие женщины. Поэтому, на мой субъективный взгляд, каждый адекватный мужчина должен диктаторскими методами контролировать, что читает его жена в современном мире в телефоне. Если она подписана на миллиард телеграм-каналов, где война, ужас, трэш и все остальное, я не хочу, чтобы она читала. Я принудительно ее отовсюду отпишу. Пусть она заполняет свои мысли чем-то другим. Она начитается потом, у нее начинается паника, она начинает переживать, потом мне решать эти проблемы. Лучше решить их превентивно. Я говорю сейчас о большинстве женщин, которые, на мой субъективный взгляд, все-таки должны оставаться женщинами. Поэтому, будь моя воля, будь моя воля, я бы, конечно, все социальные сети на какое-то время в Беларуси подрезал полностью. Для того, чтобы все немножко отвыкли от двух параллельных вселенных, которые не пересекаются. Я имею в виду виртуальная жизнь и реальная. А в целом, в вашей личной жизни, жизни именно, не вас красивых, не ваших мыслей, а жизни, как вы живете, в социальных сетях делать нечего. Потому что это грозит проблемами для вас. И дай бог, чтобы всегда находились мужчины, которые потом эти проблемы за вас решат. Вот. И сейчас я хочу вам познакомить с главным редактором мультимедиа-отдела, нашего агентства, Оксана Канашиц. Ну, вы же говорили, что мы тут будем приступать немножко о границе личного, для того, чтобы вы понимали, что мы не какие-то люди там сверху, а мы такие же нормальные люди, как и студенты, как и другие присутствующие в этом зале. Так вот, Оксана Канашиц отсидела три декретных срока подряд. Отсидела? Отсидела три... Ну, понимаете, потому что я, когда увидела Оксану энтузиазмом, она реально отсидела три декретных срока подряд. Это мое личное мнение. Вот. Потому что, когда она пришла работать в агентство, она как пуля. Понимаете? Она как пуля стартанула. И иногда, мне кажется, что она пытается успеть все охватить. Так вот, подождите на минуточку. Это главное... Это главное городское информационное агентство Минск новости. И мы привыкли видеть... Вот, доброе, ранец Беларусь, милых девушек, которые в кадре. Вы привыкли видеть информационных ведущих в кадре. А теперь мы просто покажем, как мы работаем. Оксана, давай тебе слово. Держи микрофон. Отсидевший. Если Игорь Петрович сказал, что проблемы мужчины должны решать, то год назад для меня создали проблему предложить должность редактора отдела. При том, что они сказали, у нас вас в отделе, он пять девушек. Одна из них в декрете, но на полставке работает. И когда я пришла первая с ними знакомиться, это было интересно. Ну, во-первых, их не было в то время на рабочем месте никого. У них был обед. Теперь у них обеда нет. Никогда. Теперь они живут на работе постоянно, как мать троих детей. Я сегодня, так как я приехала только из Смоленска, я оставила свои дети дома, я попросила девушек, ну, чтобы не... Там сейчас Евразия ДОК проходит. Да, Евразия ДОК. Девушки, попросила их подготовить, чтобы вы понимали, они все студентки, которые были на жертваке, закончили его. Так что, я надеюсь, в вас слайдах появится еще агентство Минск Новости с нашими прекрасными девушками. Потому что, когда вы про Доброе утро говорили, я так говорю, так, это Трои, это Нищедим, Макей, так, и... А потом, у нас тоже Минский Курьер, у нас тоже мы ведем. Вы посмотрите. Обязательно. Обязательно, да. Поэтому девушки подготовили, пока меня не было, я тоже сейчас узнаю, про самые яркие моменты и за этот год. Как они работают и каждый день рассказывают. Да, чтобы вы понимали, то есть Оксана не знала, мы, девочки, сами решили, держи, сами решили, что они готовы показать на нашей панельной дискуссии. Ну, давайте. Меня зовут Далина Прохова. Здравствуйте. Находите места, от которых захватывает дух. Главное иметь желание, о возможности всегда найдется. И тут на помощь приходит молодежь. Держались не на жизнь, а на смерть. Окунуться в настоящую волшебную сказку. В моих руках история. До встречи на нашем YouTube-канале. Это Каролина Прокофьевна, рядом со мной, как руководитель. Я хотела бы отметить то, что это человек. Вот если есть, например, на телевидении отдел новостей, отдел, каждый отвечающий за определенную культуру, то у нас они универсальные бойцы. Утром она может рассказывать про то, как первый хлеб испекли, вывозит его в город. В обед она примеряет на себя абсолютно другую роль. С волонтерами выезжает, а вечером она на круг походе. Что ты так киваешь? То есть, и одно из качеств, я думаю, что именно журфак научил, оперативность. Этот человек, вот пока съемочная группа едет в редакцию, она в телефоне, это не обязательно камера с собой, чтобы была, она может смонтировать сюжет и сделать это блестяще. То есть, вот я знаю, что у меня есть боец, который, если как у нас случилось, мост тогда обрушился, это 5 минут, и человек на месте. При том, что одно из условий, когда пришла в отдел, мое было, что каждый из вас работает в кадре. Потому что, когда человек за кадром находится, за кадром и тексты начитывает, она не так, ну, несет ответственность. А когда ты себя видишь в кадре, ты должна понимать, и зритель, он тебя видит, он тебе доверяет, и это проявляется. И вот за год, наверное, вы все в кадре. Да, и тоже, Минский курьер сейчас ведут, раньше вела одна девушка из новостного дела нашего радио, сейчас тоже было одно условие, что все девушки, корреспонденты работают в кадре. Дальше. Все, так без предупреждений, хорошо, пожалуйста. Совершенно противоположная девушка. Да, я нещадин. Здравствуйте. Самый большой театр Беларуси, единственный оперный, главная сцена страны. Вид автоспорта и технику управляемого заноска, для которых машина сохраняет мистеральную скорость и продолжает. Такая милая девушка, да, и такая музыка. Больше, чем спорт, это мудрость жизни. Следите за новостями на нашем YouTube-канале. Еще увидимся. Дарья Нечадим это хрупкая, нежная, воздушная. Она тратится... Ну, посути про фамилию, ну, пожалуйста. Нетушки. Знаете, Игорь Петрович, это вы у себя на телевидении там. А мы... Я люблю своих корреспондентов. Поэтому человек, который тратит свою зарплату для того, чтобы спасти котов. Мы ей в этом помогаем очень. Спасаем бездомных животных, да, оплачиваем. Оплачиваем, да, все редакции, операции котиков. Да. Ну, вот я говорю, при том, что она тонкая, нежная, душевная, она очень любит культуру. То есть, и очень важно, как вам понимать, когда вы приходите, о чем вы хотите рассказывать, что вам близко. Не то, что... Дайте мне, пожалуйста, тему, а я сниму. Ну, то есть, если Каролине вот так можно, я скажу, нужно ехать на МАЗ, нужно пойти рыбу споймать, она сделает все. Ну, то есть, она найдет рыбацкие ботинки и споймает рыбу, даже если ее там нет. То Даша... Конечно, мы жудочку не даем. Поэтому Даша, она более ранимая, более чувствительная, но при этом ее материалы, они по-другому чувствуются зрителям. Ну, и теперь наша вишенка на торте. Полина Макея. Все, понимаете, всего три человека. Полина Макея у нас корреспондент с душой актрисы. Она не заканчивала журфак, она пришла нам, она была помощником режиссера, и она впервые попробовала себе... Он говорит, хочу быть журналистом. И она пришла, она научилась. Корреспондент у нас не только значит, что они работают в кадре, они приезжают, сбрасывают оператор материал, и они полностью монтируют сами свои сюжеты. Да, вот в этот сюжет, вот мы сейчас вернемся. Вот смотрите, девочки сидели в редакции, и у нас ремонтируется здание. Они взяли, напоили чаем рабочих, которые там на этой вышке работали. Сколько у нас просмотров? Больше 800 тысяч. Больше 800 тысяч. То есть человек на месте сориентировался, что есть новости, из чего можно сделать новость. И получилось мило, а мы получили 800 тысяч просмотров, да? И они потом вернулись к нам опять. За конфетами? Конечно. Это тоже человек, который не боится ни пыли, ни грязи. Если мы с ней поехали на торфяной футбол, это значит, что нужно попробовать его и на вкус, и на цвет. Это она искупается в грязи, и она расскажет действительно. Но это же круто. Представляете, вот мы всегда говорим всем нашим молодым ребятам, которые приходят работать в агентство. Если вы хотите стать настоящим журналистом, вы должны быть в полях, вы должны взять микрофон и оббегать, и побегать репортерам. Потому что даже сейчас, когда мы уже взрослые, если надо, мы совершенно спокойно берем в руки микрофон, идем, опрашиваем, и снимаем все репортажи и сюжеты, несмотря уже на то, что у нас есть руководящие должности и больше ответственности. Потому что мы это умеем. И если вы хотите стать настоящим журналистом, вы должны начинать с полей. Журналисты, что, как известно, ноги кормят. И это абсолютно правда, и догма, который не меняется. Ну, а снимать вот такие яркие, интересные сюжеты, это, конечно, ну, вот уже та организация, куда вы придете. У нас так. У нас креативно, очень весело. Это руководство Максады, да. Ну, из студентов, которые к нам пришли из журфака, на практике у меня было 6 человек. Из них, они говорят, мы придем, к вам подпишем. Я говорю, спасибо, можете не приходить. Ну, то есть, или вы пришли, и вы работаете, или, ну, как бы, я не подпишу. И он говорит, я себе характеристику напишу. Я говорю, я не подпишу. Я говорю, вы слышите? Они говорят, мы слышим. В итоге, до конца первой недели осталась одна девушка, которая у нас сейчас осталась, она пришла к нам, и она работала. Все остальные сказали, мне сложно, при том, что это были парни. Да. Он говорит, ну, я, я работаю, я, может, не знаю, вы его знаете, это молодого человека. Он говорит, я работал в больнице с ковидными людьми. Я говорю, я тоже одна из первых пришла в ковидную зону, когда мне нужно было сделать сюжет, я оделась и пошла. И, как бы, делать это своим преимуществом. Я говорю, ну, а теперь, я говорю, ты пойдешь и снимешь про газоны Минска. Он говорит, я не буду про это снимать. Ну, как бы, то есть, про это я буду, а про людей, которые убирают улицы, я не буду? Ну, вот здесь был вопрос. Я не делю за год? Да. и вот тема, на которой сегодня Оксана вот говорит, женский взгляд на жизнь в большом городе, честнее, глубже, интереснее, говорит только об одном, в каком бы вы городе не работали после журфака, куда бы вы не вернулись, а все мы выходцы из малых городов, я из Бобруиска, там еще там очень, да, то есть мы все приехали в столицу учиться, получать образование, и у каждого будет своя судьба. Если даже вы вернетесь, потом в своем городе будете в региональном СМИ работать, никогда не бойтесь снимать вот такие яркие, креативные, интересные стендапы, потому что, ну, все что угодно, но вас запомнят, и вы себе свою историю, как журналист, сделаете благодаря вот таким стендапам. Чем вы проще, чем вы непосредственнее, тем вас быстрее запомнят, и тем вы быстрее вольетесь в эту профессию, но чтобы вы понимали всю правду, как это происходит, вот мы вот специально приготовили вам еще один ролик, что вот, да, вот давайте вот посмотрим. Это когда мы пишем стендапы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вся правда. Спасибо. Мы решили узнать, что вы решили. Для посетителей предоставили комфортно будет всем, чтобы развивать их. Что развивать? Да что ж так? Нормально на голове? Самый главный вопрос. Еще никто не пел. Я боюсь. Почти 10 килограмм. Сколько я примерно денег за это получу? Где деньги? Где деньги? Даша, поехали. Сейчас, все, сейчас. Из новинок, баник. Минский. Еще раз. Что, что дальше? Подожди, я не знаю, что сказать. Я буду прям для тебя, вы танчите на фоне тогда. теперь сериала. Давай, давай. Инновации вы. Не торопи. Я люблю свою любовь. Иди сюда. Иди, я себя подлажу. Сегодня в проекте агентства Минск Новости. Мы это, Минск это мы. Быстро не получится. Ты резко вниз, ребята. Отпускайте. Это звание, что за рука? Смотрите, я так сделаю, ты начнешь движение, я отхожу, и ты начинаешь выгарить. Капец, я не могу говорить. А вертолет видно? Резко, резко. Да что ж, вот все. Это все. Все. Класс. Класс. Да, ну вот, то есть, не стесняться бы собой. Когда я пришла, говорю, что я диктатуру не создаю в своем деле. Да, вы тут, Оксана Сергеевна, что рассказали? Игорь Петрович. Раз. Мы вас очень любим и уважаем ваше мнение. Ну, помолчите. Вот. Главное, говорю, что любить себя, не любить себя в кадре, любить своего зрителя. Когда пришла, я говорю, ну расскажите, расскажите о своем герое так, чтоб я его полюбила. Потому что вот было, когда Полина пришла, у нас был один герой, который говорил, да я же вам Полина сейчас скажу. И 40 минут рассказывала по телефону еще до встречи, какой он классный спортсмен. И он говорит, я не хочу вас снимать. Я говорю, ну тогда ты проиграла. Ну, то есть, вот я дам Каролине, я дам Даше этот сюжет. И ее это так задело, я вам скажу, что она сделала лучший материал за полгода, потому что это ее раззадорило. Вот здесь плюс про эмоциональность женщин, что их можно раззадорить. А мужчин, наверное, разозлить. Да, Игорь Петрович? Я не могу сказать, Оксана Сергеевна, но я был очень такой удобный для шутки. Лесь передайте. Ну, у нас же тема глубже, журналистика женская. Журналистика женская интереснее и честнее. Оксана Канашиц, главный редактор. Ну, на самом деле, мы вам сказали правду, как действительно у нас обстоят дела, потому что за красивой картинкой всегда есть бэкстейдж, мы бережно храним и создаем вот эти архивы, потому что, как вы сами увидели, это самое интересное, то, что бывает в работе журналисты, репортеров. Итак, сейчас я хочу вас, я уже знакомила с Юлией Артюх, и о своей истории я предлагаю сейчас прям Юле рассказать. Ну, вообще у меня командирский голос, поэтому я думаю, что и без микрофона меня будет слышно. Тема немного, как вы видите, заявлена другая, но тем не менее, всегда можно все, как говорится, сплести воедино. Как Алена сказала, я в журналистику пришла совсем недавно, хотя уже, может быть, и давно, не знаю, два года. В 2020 году пришла с улицы, можно сказать, Кирилл Казаков мне написал в Фейсбуке после женского форума, на котором я выступала, и сказал, ну, ты не хочешь попробовать свою рубрику? 2020 год – это такое время, которое все переживали очень остро. Я мама троих детей, жена военного, и для меня это было втройне, и, может быть, даже, я не знаю, в стократном размере волнительно. и поэтому я хотела что-то делать на тот момент, хотела как-то выражать свою гражданскую позицию, и, собственно говоря, мне дали такую возможность. Вот сейчас говорила Игорю Туру о том, что я вспоминаю свои первые рубрики и понимаю, почему змогары хотели меня расстрелять. Ну, потому что я пришла, встала перед камерой, мне было совершенно все равно, как я выгляжу, мне было важно говорить тот текст, тот спич, тот посыл дать, который я хотела донести до людей через призму своего собственного опыта. Потом уже случилась программа в людях, это программа именно в жанре интервью, довольно сложная, действительно, но, вы знаете, надо учиться, наверное, учиться тому, чтобы располагать людей к себе, и все-таки, когда на тебя направлены камеры, довольно сложно, то есть, когда ты уже сам, как ведущий, привыкаешь к присутствию большинства, множества, вернее, людей на площадке, к телекамерам, к каким-то звукам, к каким-то там моментам, то человеку, да, то человеку, которого ты интервьюируешь, очень сложно, вдвойне сложно его расположить к себе, и тем более, очень сложно начать с ним откровенный разговор, а у меня было автобиографическое интервью в этой программе, то есть, я пыталась, так сказать, как раз-таки пределы откровенности какие-то нарушить, можно так сказать, мне хотелось всегда какую-то личную историю человека вытянуть, чтобы, ну вот, например, приходит чиновник в студию, и хотелось показать его человечность, да, его жизнь за пределами кабинета, это крайне сложно, потому что люди, государственные люди, они заформализованы, они даже формулируют мысли свои, так как доклады, да, будем говорить, то есть, хотелось получить и речь такую, открытую, и какие-то случаи жизни узнать, которые, допустим, знают только семья и так далее и тому подобное, но вот возвращаясь все-таки к теме, которую затронул Игорь, тур со своей супругой, ну, женское здоровье и семейное отношение, кто в ответе, скажу так коротко, наверное, скажем, каждый из нас в ответе лично сам за себя, и каждая женщина ответственна за свое здоровье, это, наверное, очевидный факт, но что касается в журналистике, вот интересно, мне всегда так интересно, я так работаю, мои сюжеты, если посмотрите, это все идет через призму собственного сознания, я всегда люблю все попробовать сама, а что касается здоровья, мне тоже нравится, когда люди говорят о своем здоровье через пережитые какие-то свои события, тогда они располагают аудиторию, тогда к ним прислушиваются, и, собственно говоря, если человек, который имел какой-то опыт, ну, будем говорить, что у нас в стране все сделано для защиты здоровья женщины, но, тем не менее, вот, допустим, такое распространенное заболевание, как рак груди, и все сделано, и скрининги, и обследования есть возможность пройти, и лечение есть хорошее, но, тем не менее, ежегодно очень у многих женщин диагностируют рак груди, и, кстати, есть информирование, да, в тех же учреждениях здравоохранения, по телевизору мы постоянно рассказываем, что есть какие-то мобильные пункты, есть как проводить самообследование и так далее и тому подобное, так вот, мне нравится, когда все работает через персонали, когда приходит женщина со своим вот этим очень серьезным опытом и рассказывает на широкую аудиторию о том, с чем ей пришлось столкнуться, о том, как она узнала о своем заболевании, о том, как она с ним боролась и о том, как она стала успешна после этого заболевания, и тогда другие женщины начинают задумываться, ага, надо пройти обследование, ага, надо сходить посмотреть, а что там у меня, потому что часто в современном мире женщина хочет быть успешной во всем и, к сожалению, не успевает следить за таким важным моментом, как свое собственное здоровье. Вот, все так переплетается, и пределы откровенности как раз-таки на своем собственном примере могу рассказать. Вы можете меня, вот, в 20-м году я, можно сказать, пришла в профессию, не имея журналистского образования, но так случилось. Мне понравилось, я стала в этом развиваться, я тоже стала работать и кором, как говорится, в полях, да, вот с Оксаной недавно на сдачу краповых беретов встретились. Вы на деле все испытания в Минской части 32-14 и Юля снимала себе практически селфи на телефон и показывала, как она какие-то смогла обруковские препятствия, потому что сказала, я думала, она сейчас макнул, не уйдется, не могу больше, да, и все это показали в прямом эфире. Я не могу. Да, ну, я так люблю работать и, помимо всего прочего, я очень люблю военную тему, но не отказываюсь снимать другие сюжеты, мне тоже все интересно, но все стараюсь пропустить через себя. И вот 20-й год, это начало какой-то журналистской работы, а до 20-го года я мама троих детей, я мама ребенка с генетическим заболеванием, я общественный деятель, я председатель Республиканского объединения помощи детям больным фенилкетонурии, и я же герой множества сюжетов вот своих коллег, это до 20-го года. И предела откровенности для меня, наверное, не существует, но вот правильно Игорь сказал, что вот какая-то уже совсем личная, совсем интимная жизнь, ну, она не должна мелькать ни в соцсетях, ни на телевидении, ни на радио, но то, что может быть полезно обществу, надо рассказывать. И вот когда я столкнулась с проблемой, у меня родился ребенок с заболеванием, о котором я даже не слышала и, в общем-то, не сразу могла его... У него своя мазбилка, да? Да, фенилкетонурия. Я его не сразу могла выговорить. И на какой-то момент я, естественно, закрылась, потом я поняла, что если я не буду говорить об этой проблеме, если я не буду ее опубличивать, то, собственно говоря, эта проблема может остаться со мной где-то там в уголке или там где-то между родственниками пообсуждаем и все. И я пошла по пути как раз-таки опубличивания, хотя, поверьте, это довольно сложно рассказывать о том, что происходит у тебя и в душе в том числе. Хотя я не очень эмоциональная, скажу честно. Я могу контролировать свои эмоции. Я более такая, ну, скажем, не проявляющая эмоции. Я могу говорить о том, что я плакала, я рыдала вот с таким совершенно безразличным лицом. Потому что я это уже приняла, я пережила этот момент и я двигаюсь дальше. и когда приезжали журналисты, снимали какие-то сюжеты, я понимала, что у меня нет времени на эти эмоции, мне надо донести информацию, мне надо, чтобы журналист ее правильно воспринял, правильно передал ее в общество, чтобы люди, каждый, в каждом уголке страны узнали, что есть такая проблема. Потом уже спустя время, что эта проблема решается, и что эта проблема решается не через жалобы, не через какие-то стучания в двери или открывания дверей с ноги, как у нас, опять-таки, возвращаясь к 2020 году, говорили, что там что-то не решается, что у нас там куча вопросов и так далее и тому подобное. Так вот я рассказывала, транслировала, собственно говоря, то свой путь, вот как я с этим работала, обычная мама, обычный гражданин, вот случилась проблема, я пришла и понесла, понесла ее и в СМИ, и в кабинеты к чиновникам, и к родителям, потому что многие родители тоже не знали, как с этим вопросом жить, как растить таких деток и как, собственно говоря, им быть в нашей стране, в нашем мире. Вот, поэтому пределы откровенности каждый устанавливает, безусловно, сам для себя, но мы, наверное, должны работать именно так, чтобы, если мы берем интервью или рассказываем о каком-то вопросе самостоятельно, чтобы это было открыто, чтобы зритель или читатель чувствовал, что это откровенно, что это пережито, что это прям волнует нас эта тема, хотя, может быть, в принципе, как человека она нас и не волнует, да, но есть, безусловно, люди, которым мы должны рассказать об этой теме и, возможно, мы где-то кому-то поможем. И еще хотелось бы обозначить, что когда я в 20-м году довольно открыто, опять-таки Игорь говорил, я довольно открыто заявила о себе, потом у меня была рубрика, где в заставке были мои дети, и как раз-таки тогда был такой момент, когда действительно я не совсем задумывалась о какой-то там безопасности, своих детей в том числе, и действительно потом встала за спину мужа, и он разруливал эти проблемы. Ну, это действительно так. И правильно говорит Игорь про феминизм и вот различное такое равноправие. Мы с мужчинами не можем быть вот фундаментально равными, потому что у каждого из нас физиологически... И не дай Бог для каждой. И не дай Бог для каждой, да. Мы физиологически разные. И это здорово. И да, вот здесь вот под каждым словом подписываюсь. Вот. Но тем не менее, когда мы выступаем с экранов, мы всего лишь заявляем о том, что в случае чего мы рядом, и мы обеспечим тыл. Ну, если надо будет, подадим и патроны. Но лучше, чтобы... Но лучше тыл, да. Согласна. Спасибо. Вот видите, как вы делаете журнал «Качели»? Я никогда не думала... Детского. Детского журнала «Качели». Очень важный, да. Это детский, да. Я никогда не думала, что детский журнал «Качели» это так интересно взрослый. Аудитория на самом деле очень такая уникальная. И вообще детская журналистика это такое очень феноменальное. Задумывались о том, как бы поменять формат журнала, концепцию журнала, чтобы дети обратили внимание. Конечно же, мы в первую очередь сами сделали упор на еще один феномен современного общества, это клиповое мышление. Я даже вот, не знаю, или у меня профдеформация, или как у всех уже, газетная полоса читать сложно, там много текста. И поэтому, конечно, нужны картинки. И вот поэтому журнал «Качели» это картинки, возможно, потому взрослым и нравится, что там все очень доступно, показано с картинками. Давайте, да, презентацию. И я покажу на одном примере, как с помощью игры можно ребенку показать, что такое мегаполис, собственно, и тема, это детям о мегаполисе, что можно рассказывать, показывать, очень долго писать, какой у нас Минск красивый, какой интересный. Можно просто показать на примере одной игры. Вот у нас была в журнале разработана игра, это эксклюзивная игра от картинок до самого ее контента с помощью экскурсовода. Игра разрабатывалась несколько лет назад, когда проспект независимости подавали в ЮНЕСКО на статус ЮНЕСКО в список всемирного наследия. И вот по легенде этой игры, вот видите, слева внизу, там стоят древние жители, которые получают карту современного Минска, они не понимают, что им делать. Там же есть QR-код, который дает отсылку для взрослых на портал Минск Ньюс Бай, где взрослые могут почитать для себя информацию интересную. И вот, значит, она сделана в виде настольной игры, где ребенок путешествует, какие-то там он из скороговорки. И тут же, давайте следующий кадр, к этой же игре прилагались карточки. То есть эту игру можно пройти просто как на столку-бродилку, точно так же можно пройти ее в реальности, по реальному проспекту независимости, выполняя задания. Ребенок, да и взрослые тоже, они как бы сами для себя отвечали на вопрос, для чего закрывались городские ворота, где искать клад на проспекте на Октябрьской площади, где искать священный меч на площади Победы. И все это привело к тому, что летом этого года, вот здесь следующий кадр, да, эта же настольная игра еще трансформировалась в квест, в городской квест в поисках городских легенд. Значит, как видите, здесь уже маршрут, здесь другие здания, здесь немножко были адаптированы задания, и 15 семей должны были пройти этот вот 4-х километровый маршрут по проспекту независимости, мы его обрезали до вечернего Минска здания, чтобы по всему проспекту не бежать, потому что это все-таки дети, да. Но дети на самом деле волновались, все-таки, знаете, как бы лето, жара. Да, они должны были подтвердить, что они были вот на этой локации с помощью селфи. Опять-таки, возвращаясь ко взрослым, взрослые делали тоже для себя открытие. Самым сложным оказалось найти на площади независимости Зубра, это по их впечатлениям, они потом делились, и Франциска Скорину в парке имени Янки Купалы. Вот, наверное, следующий кадр там будут... А, нет, это я сюда вернусь. Что таким образом карта была сделана... Давайте к следующему, да. Что она может быть как путеводитель. Карта, вот я ее с собой даже взяла, она складывается, ее можно брать с собой. Это хорошая бумага. Да, бумага это хорошая. И к тому, что эту карту, как бы ее даже, ну, выбросить ее жалко, потому что, с другой стороны, какие-то интересные факты о Минске. Она складывается, и можно взять ее с собой, дальше пройти квест, и все что угодно. То есть, ну, такая вот она... Универсальная. Они тоже там прошли и забыли. И вообще по впечатлениям, вот, давайте следующий... Ну, как бы здесь просто... А, это вот с этого вот квеста, это впечатление, да. У нас в фотографии. Да, довольные, счастливые лица. Победитель получил два велосипеда. Это была многодетная семья. Они получили маленький велосипед для ребенка и взрослый. Вот. Вон там даже сверху, слева вверху, тот самый Франциск Скорина. И когда делились впечатлениями, давайте следующий слайд, мы потом прочитали в соцсетях, вот, соцсети тоже бывают нужны, чтобы узнать, что про нас думают. И вот одна женщина, участница написала, что самым сложным был Франциск Скорина. Когда они пытались у прохожих узнать в парке имени Анки Купалы, где находится Скорина, кто-то ей там заявил, что здесь такого нет, а дворник сказал, что он Скорину не обслуживает. Вот. И поэтому здесь, видите, даже потом стихи сочиняли, и нам тоже их прислали. Поэтому работа такая. А, ну вот, если здесь еще вспоминали о семье, о детях, то, как бы, детская журналистика, это, как бы, семейная журналистика. И, ну, не знаю уж, как всем, а главному редактору точно обязательно нужно иметь мужа, потому что все ралапы, которые тягают по субботам, это мой муж, который возит детей. А, еще желательно, чтобы была машина большая, когда вот Оксана и дети тоже участвовали, когда ездили на хлебозавод, так получилось. Что мы собирались с детьми ехать на трамвае добираться. И тут недалеко от редакции нарисовался мой муж, на меню Вене ему еще не оставалось. Да, да, как бы грузить шесть детей в эту машину и отвезти на место назначения. Поэтому, вот, если кому-то интересно, у меня есть этот квест с собой, я могу даже подарить, можете пройти его в свободное время. Это, в самом деле, очень такой важный, когда я стала думать о том, как же оно все-таки связано с журналистикой, стереотипом, контент. Наше восприятие мира и так далее, получается ситуация очень интересная. Если мы берем чистую журналистику, анализируем, как она развивалась, то получается, мы приходим к тому, что, в принципе, изначально, это все же мужчины занимались журналистикой. Если мы берем, например, научную журналистику, то кто писал книги по журналистике, это были мужчины. Кто разрабатывал всю аппаратуру, технику, это были мужчины. Причем, интересно то, что, если мы смотрим опыт зарубежных СМИ, то это происходит практически одномоментно на планете в разных странах. И благодаря тому, что ученые, сообщаясь между собой, делились своими знаниями, то получилась ситуация такая, что все это развивалось очень быстро, динамично. И, в принципе, благодаря мужчинам мы знаем, что у нас есть радио, благодаря им у нас есть и печатная пресса, и благодаря им у нас есть что? И кино, да, и радио, и так далее. Я и все приятно. Я и все приятно. Кать Копек, женщинам прекрасно, когда творят, но этому иногда нужно придать какую-то определенную структуру, если такие мужчины. Да. Чаще всего. Да, да. В общем, я на примере китайцев хочу вам рассказать. У нас есть китайские студенты, да. Если посмотреть, как, допустим, вот в Китае ситуация была, то очень любопытно. На самом деле, китайские девушки, они не могли поехать, например, в США, изучать, обучаться журналистике. Причем, это журналистика, которая зарождалась в Штатах. Ехали только самые обеспеченные молодые люди из самых обеспеченных семей, которые были смелые, вот они отправлялись в такое длительное путешествие. Это было буквально один, два, три человека. Они потом привозили знания в свою страну, адаптировали их. В то же время Япония параллельно тоже обучалась у китайцев. И, в принципе, получилась такая ситуация, что журналистика действительно изначально мужская, потому что мужчины писали даже учебники. Да, то есть мы видим и практическое, и научное. Отсюда у нас получается такой момент, что, конечно, вот этот стереотип, он не просто так, он имеет какое-то основание. Второй момент, если мы будем с вами смотреть, это война. Когда женщина у нас пошла в журналистику, когда, и вообще в разные сферы, в мужские сферы, это когда были войны. Мужчины на войне погибали, что женщинам приходилось делать ради выживания, восстанавливать страну, идти работать на заводы, на фабрики и так далее. И получается, что, опять же, с одной стороны, у нас женщины пошли в мужскую сферу, с другой стороны, они должны были оставаться у нас в семьях, развиваться, детей воспитывать и так далее. То есть, вот опять же, вот этот феминизм, гендерные вот эти стереотипы, равенство и так далее, оно не просто так, оно потому что женщина была вынуждена где-то, она была поставлена в эти условия. А второй момент, это то, что она, наконец, получила возможность выбора, потому что, если мы знаем, в начале 19 века было все очень сложно, и женщина должна была расти детей, заниматься воспитанием детей. Где она в сфере журналистики могла себя найти? Она могла найти себя, например, быть секретарем, быть машинисткой, набирать тексты. Начинали, как бы они становились авторами каких-то произведений, то есть они начинали писать сами свои романы, то есть появлялись поэтессы, появлялись писательницы, все это хорошо. Но потом, попозже, немножечко вот этот стереотип, он как бы немножко стал сглаживаться, потому что женщины получили возможность более спокойно, более свободно выбирать профессию журналист, как таковую. И тут интересно то, что профессия, она на самом деле сложная, особенно на то время она была тоже сложной. Можем себе представить, допустим, в послевоенное время, там 1945 год, и на заводах, и на фабриках, и женщины-журналистки по колхозам ездили, то есть интервью брали, и было тяжело. Почему? Потому что, кроме того, что выживать, восстанавливать страну, нужно было еще поднимать мотивацию людей к жизни, и к тому, чтобы стремиться поколение воспитать новое. И здесь очень много всяких таких взаимосвязей очень интересных. И потом, если мы посмотрим по истории, Советский Союз, понятно, мы с вами кое-что знаем, очень активно развивается у нас телевидение в разных странах и так далее, но постсоветское пространство, после того, как развалился Советский Союз, на самом деле получилась ситуация с точки зрения психологии такая немножечко сложная. Почему? Потому что я расскажу немножко, я проводила исследования, анализировала ценности женщин с момента распада Советского Союза до 2016 года. То есть это, в принципе, период 35-летний, по сути. Ну, да. И очень интересные тенденции выявились. На самом деле получилось так, что образовалось как бы две таких части женщин, если смотреть просто. Одна часть это те женщины, которые после развала Советского Союза, после потери финансов, да, вот люди откладывали на карточке, мы с вами знаем. А когда они все потеряли, когда пошел дисбаланс, когда нарушилось вот это вот состояние стабильности, не знали, что будет завтра, одни женщины смогли воспитывать своих девочек, продолжать вот в рамках духовных, семейных ценностей, вот что самодостаточное, сильное, крепкое, ничего, справимся, научили их жить, да. Вот это поколение женщин, оно смогло передать своим девочкам, те девочки своим девочкам, в общем, это несколько поколений, на самом деле, 35-летний период, вы можете представить себе, да. И вторая часть женщин, это те, которые, по сути, не смогли приспособиться, это те, у которых ценностная система сильно разбалансирована была, им было тяжело переживать вот эти проблемы, и получилась такая ситуация, что, соответственно, и девочке, которые рождаются потом, им очень сложно было справиться с этим всем, с этими вызовами, да, жизни. Если мы просмотрим, перейдем к сегодняшнему времени, да, сейчас посмотрим, то тут, в принципе, что я вижу, я вижу такую тенденцию, как мы хотим, мы как журналисты, девочки, студентки, например, да, приходим в профессию, я общалась со студентками, со студентками, с девочками, да, я общалась, ко мне приходили за психологической помощью на факультете эти студенты, девочки, мальчики, и вырисовывается, какая ситуация, и когда на лекциях, опять же, да, вот психологию журналистики я преподавала, студенты пришли в профессию не готовые, у них сформировался идеальный образ профессии, вот смотрим, видим, мы видим по телевизору что, некий образ, вот мне этот образ нравится, вот я хочу быть такой, как она, да, или такой, как он, я хочу иметь эти свободы, нафантазировали себе, что зарплаты высокие, что там, я не знаю, все тебя, все тебя, да, все тебя приглашают везде и всюду, и ты выступаешь там, я не знаю, на самых лучших площадках мира и так далее, и ты самый крутой, и ты звезда, и вот они такие звезды, девочки, без обид, да, хорошо, вы меня понимаете, что первый курс, понятно, что вы пришли, у вас была вот эта вот идея фикс, что я хочу быть звездой, особенно те, кто пришли на телевидение, у нас все звезды, первый курс, все звезды, да, но потом начинается психологическая ломка, почему, потому что оказывается, о боже мой, я не готова быть в кадре, я не могу, потому что мне сложно, как я могу проявить себя, когда я не могу, вот, пожалуйста, последствия той ломки ценностной системы, когда, а как себя проявить, а я не знаю, как это сделать, да, и оказывается, у нас телевизионщики, в смысле, те студенты, которые учатся на нашей кафедре, да, которые получают профессию, те или репортеры, те или журналисты, четвертый курс, я не буду, я не могу, и они идут в радио, то есть, это к чему, это не к тому, что там, я как-то вот представляю какую-то претензию факультету, нет, это к тому, что важная проблема здесь, это подготовка к поступлению, и когда мы, может быть, даже момент такой, как... который запомнил, как ему было хорошо с Родовской, что она закрыла на все это глаза, другой говорит, это Валерия Новосток, вам будет яркость и задача, и будет вам прийти на работу, например, потому что я запомнила, что человек пришел ко мне на практику, и нифига не сделал, и не обедать, и затем не будет, это ваша задача, убедить меня в том, чтобы я на вас посмотрела, и молчила, чему, иначе, зачем мне это свое время нужно? Я ему же нужно 5 копеек вставлю, в тему просто, в том, что с недавних пор я преподаватель, стажер факультета журналистики, один... У меня курс репортер телевидения, одно из заданий пока еще, до второго, до второго курса, однолетия, будет себя представлять следующее, я так издалека, чаще всего есть практика журфака, любая, она такая ароматизирована, классно, давайте сделаем классный интересный репортаж, какие-то крутые включения с места событий, и то, и то, и все остальное. Так вот, полтора часа, ребята будут писать видео информации, короткие сообщения, 20 видео сообщений про совещание, которое проходит где-то ни было. Для того, чтобы у людей было понимание, что эта профессия не только тебе, вау, мы делаем классно, иногда это профессия, где нужно страдать, в этом заключается твоя в том числе работа, и чем... Особенно, когда мы седьмая. Нет, там еще можно, да. Нет, это здесь. У меня другие примеры. Как пискарок, вы объясните. Вот, да, потому что, конечно, с самого начала, это для молодых людей, профессия романтизируется, потом у них приходит, передай к своим телу, а пиши про 50-ый съезд БРСМ, и ты вчера про это писал, пиши сегодня. Человек начинает, он начинает это подвешивать, пускай превентивно пострадают. И каждый день ездить на диалоговую почту. Да. То есть, у вас будет все. Хорошо, я очень рада, что есть комментарии, это очень здорово, потому что диалог у нас должен быть диалогом, да, с вопросами, с комментариями. Конечно, хочется от вас, студенты, тоже услышать, может быть, какие-то вопросы, или, может быть, у вас есть свое мнение по поводу того, того, что мы сегодня обсуждаем. Но что я еще хотела сказать, по поводу вашей практики, проявляйте себя, будьте активны, и вообще запомните, что каждый из вас – это личность яркая, которая может себя проявить, как звездочка на самом деле. просто, когда у вас начинается обучение, начинаются сессии, у вас начинаются срывы, почему? Потому что, ай-яй-яй, я не успела написать курсовую работу, ай-яй-яй, а как же там личная моя жизнь, да, и так далее. То есть, у вас вмешается все вместе разом. Поэтому учитесь расставлять приоритеты, и учитесь справляться со страхами. Если не получается, прошу, приходите ко мне без проблем. Вот. Вот, еще такой момент, девочки. Я все же подведу черту, да, по поводу этих стереотипов. Почему? Стереотип до сих пор все же сохраняется, несмотря на то, что у нас женское наше общество, женская, так сказать, масса, да, она пробивается, она проявляет себя ярко, активно во многих сферах. Почему? Потому что, смотрите, что происходит, как вот эти ценности связаны со стереотипами. Очень простая вещь. Например, моя мама работает на заводе. Мы живем в общежитии. Девочка вырастает, поступает на журфак. Она учится, ну, как бы, если я уж о себе, да. Я учусь на журфаке, получаю образование. Но у меня очень много страхов. Почему? Потому что, первое, у меня, например, нет папы. Потому что у меня никогда не было этой поддержки. Второй момент, например, потому что я не знаю, как себя проявить, потому что у меня не было образца. Моя мама обычная рабочая на заводе. Третий, четвертый, пятый и так далее, и так далее, и так далее. Если у нас еще много каких-то своих проблем, у нас формируется что? Множество каких-то комплексов. Плюс это все действует на снижение самооценки. И посему этот стереотип все же, что вот журналистика мужская профессия, он сохраняется у нас, потому что у нас у девочек самооценка занижена. Но, чтобы вас мило и успокоить, я вам скажу, что у мальчиков самооценка тоже очень часто занижена. И причем... Иногда завышена. Иногда завышена, иногда занижена. Я вообще хочу сказать, что проблема уверенности в себе на сегодняшний день, это проблема номер один, которая выходит, неважно в зависимости от какого возраста. Или это тебе 5 лет, или тебе 18 лет, или тебе 50 лет, или тебе 75 лет. Приходят, я не уверен в себе, как мне от этого избавиться, что мне с этим сделать. Так вот, милые мои, мое пожелание вам, помните, что вы, каждая личность, у вас у каждой масса достоинств, да, у вас у каждой много всего, что вы можете развить. стремитесь к развитию, обучайтесь, пробуйте все, что вам интересно. Это очень здорово, потому что, я вам скажу мой пример, когда я закончила школу, я вообще, в принципе, не умела разговаривать, потому что, ну, я из сельской школы, сельской местности, школа моя, в принципе, это 4 класса, помещение, да, школе на сегодняшний день 100 лет, я ненавидела школу, ненавидела образование, обучение книжки и так далее, но когда я пошла учиться и постепенно училась, одно заканчивое учреждение, второе, третье и так далее, так далее, я продолжаю обучаться до сих пор, и мне это безумно интересно, я развиваюсь в двух сферах, и психологии, и журналистика, это интересно, когда мы позволяем себе жить, жить, и последний момент, когда мы создаем, как журналисты контент, пожалуйста, всегда думайте, для кого вы создаете, да, что вы делаете, какую информацию вы транслируете в общество, и какое может быть последствие вашей информации, потому что аудитория сегодня у нас очень требовательная, аудитория очень специфическая, это детки, по многому, которые сейчас, что у нас происходит, все в тиктоке, да, мама, ты не модная, потому что тебя в тиктоке нет, мама, тебя никто не знает, потому что тебя в тиктоке нет, то есть ты мама вообще динозавр, ты отстала из жизни, да, и тут такой момент тоже психологический, понимаете, что журналист, он журналист на самом деле, когда, когда он действительно, вот этот свой контент выстраивает разумно, да, когда он несет, передает ценности своего общества, когда он сохраняет традиции и самого себя, и проявляется как личность, вот, благодарю за внимание, я дольше, чем 5 минут, наверное, наговорила. Спасибо, спасибо. На самом деле, вы попали сегодня на уникальное мероприятие, которое мы проходим, соответственно, с ЮНЕСКО, все мнения наших известных журналистов, которые лягут в отчет, в книгу, с переводом на английский язык, и этот опыт будет передаваться посредством ЮНЕСКО в различные страны, в различные средства массовой информации, а у вас на первом курсе появилась уникальная возможность посмотреть на людей, которые могли поделиться с вами личным опытом. Мы надеемся, искренне надеемся, очень часто сейчас ругают Жульфан, за то, что после его окончания приходят люди ничего не понимать в профессии, поэтому смело учитесь, влютите эту науку, и приходите к нам на практику, потому что мы тогда сможем с вами дальше работать, и искренне желаем, чтобы к нам приходили люди с горящими глазами, потому что когда глаза горят, понимаете, когда мы понимаем, что человек вдохновлённый, человек хочет что-то делать и будет полезным. Поэтому самым стойким мы говорим большое спасибо, что вы пришли и пускай наш опыт ляжет в бесконечную вот эту дорогу знаний, учений, которые вам ещё предстоят пережить и пройти. Спасибо. 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 Спасибо.